Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз. Церковный календарь» Сегодня вторник, третья неделя Великого Поста, 29 марта по новому стилю или 16 по старому. Литургия не совершается. И сегодня память. Апостолы от 70-ти Арестовула, епископа британского, священномученика Александра I, папы римского II века, святых конца III-го, начала IV века, мученика Савины Ермопольского, египетского, мученика папы Лоранского, мученика Иулиана Аназаровского, священномучеников Трофима и фала пресвитеров Лавадикийских. Святителя XV-го, начала XVI столетия Серапиона, архиепископа Новгородского. Именинников мы поздравляем с Днём Ангела. Братья и сёстры, сегодня мы вспоминаем святого мученика Савина Ермопольского. Он был правителем египетского города Гермополя. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане, которые продолжались с 284 по 305 год, святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдалённой деревне, но его место пребывания открыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с шестью другими христианами Савин был схвачен, и после истязания их всех утопили в Ниле в 287 году. Братья и сёстры, каковы наши первые мысли по отношению к этому подлому нищему? Не надо было ему помогать, тогда бы, может, и не случилось бы такого подлого предательства. Это обычная логика нашего мира. Мирская логика говорит о том, что если мы помогаем кому-то, то либо ждём ответной помощи, либо ждём благодарности, либо хотим смягчить, сгладить напряжённые отношения. В общем, в той или иной форме в обществе декларируется принцип «добро за добро». Эта логика понятна. По большому счёту такое добро делать приятно, потому что это некий задел на будущее, работа впрок. Но хотим мы или нет, Евангелие говорит нам совсем о другом принципе совершения добрых дел. Господь говорит, «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». А в Евангелии от Луки есть такие слова Господа Иисуса Христа. «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и ты не получил бы воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». А теперь снова вернемся к Евангелии от Матфея. Там мы читаем совсем неудобовместительные слова. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Братья и сестры, многие, наверное, слышали или читали все эти слова из Святого Евангелия, но все они остаются какими-то далекими от осознания, бесцветными. Да, вроде читали, но кто же это может вместить? Братья и сестры, а насколько же мы все в действительности христиане? Чем христианин качественно отличается от всех прочих окружающих светских людей? Православный христианин отличается тем, что он носит в себе самого Бога. Он является сосудом третьей ипостаси Святой Троицы, Духа Святого. И вот что пишет нам о связи любви к врагам с присутствием Святого Духа в жизни человека преподобный Силуан Афонский. Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа Святого. Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей. Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией, а Духа Святого. «Ибо тот, кто научился, будет проливать слезы за весь мир». А чуть дальше преподобный прямо пишет «Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией». Страшные слова, братья и сестры. А в чем же причина того, что мы не можем понять, вместить евангельское учение о любви к врагам? А причина одна — гордыня. «Когда мы не имеем смирения, то мы не вмещаем и Слово Божие». Старец Силуан так писал об этом. «Душа, теряя смирение, теряет вместе с нею благодать и любовь к Богу. И тогда угасает пламенная молитва. Но когда душа успокоится от страстей и стяжает смирение, тогда Господь дает ей свою благодать. И молится тогда она за врагов, как за самого себя. И за весь мир молится с горячими слезами». И еще. «Нет лучше, как жить в смирении и любви. Тогда в душе будет великий мир, и не будет превозношения над братом. Если будем любить врагов, то в душе не будет места для гордости, ибо в любви Христовой нет превозношения. «Гордость, как огонь, поедает все доброе, а смирение Христова неописуемо и сладостно. И если бы знали это люди, то вся земля училась бы этой науке». Братья и сестры, из всего сказанного нам становится ясно, что святой мученик Савин, преданный за свои благодеяния неблагодарным нищим, сподобился особенной благодати. А нищий, хоть и был орудием дьявола, совершая свой подлый поступок, но со стороны святого мученика получал то, что соответствовало святому Евангелию Христову в полной мере. Святой Савин любил своих врагов. Он благодетельствовал своему предателю. Он поступал не по логике нашего мира, он поступал по христовым заповедям. «Да откроет Господь и для нас, духом своим святым, тайну любви к нашим врагам и недоброжелателям». Молитвами преподобного Силуана Афонского и мученика Савина Ермопольского. Святый мучениче Савине, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Святый мучениче Савина Ермопольского. 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 Святый мучениче Савина Ермопольского.